что все это значит программа оказалась целиком и полностью провальной что это вообще за издевательство мы сделали все чтобы автомобиль для казахстан стал недоступным какие вот вы шаги предлагаете предпринимать чтобы наш авторынок ну превратился в более-менее цивилизованный во первых нужно открывать конкуренцию общий привет до старт с вами я вадим барейка и канал гибер барей продолжаем интервью с анжаром бокаевым лидером гражданского движения нет утиль сбору сегодня мы поговорим на такие темы фиаско программы льготного автокредитования истекает срок акции по легализации иностранных автомобилей и почему так выросли продажи авто в казахстане сейчас начнем а пока подпишитесь на канал гиберболей нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комменты размещайте ссылку на это видео своих социальных сетях чатах мессенджерах группах и пабликах я всегда благодарен вам за вашу поддержку моральную и материальную кокоп рахмет огромное всем спасибо мы делаем гиберболей вместе начинаем саджар добрый день еще раз добрый день еще господи николаевич всех приветствую 20 июня министр индустрии и инфраструктурного развития карабаев сообщил журналистов что программа льготного автокредитования сворачивается и аккумулированные деньги направят на расширение автобусного парка правильно ли я излагаю и что все это значит абсолютно правильно вода николаевич это означает что программа оказалась целиком и полностью провальной мы помним эти 18 секунд мы помним этот позор министерства индустрии и нашего правительства во главе со скляром который отвечал именно за эту программу и проблема в том что собранные у населения деньги за утиль сбор даже не могли предоставить населению для получения отечественного автотранспорта по льготному автокредитованию четыре процента подникающих сша извините пожалуйста я напомню зрителей что это за 18 секунд феврале была запущена платформа авто несие . ксз по приему онлайн заявок на льготное автокредитование и прием этот завершился за 18 секунд вот что предрешило очевидно последующая вот эта фиаско закрывают вот это тоже сообщили 20 июня вот если вы зайдете на а сайты по продаже автомобилей у официальных дилеров в сша вы увидите что toyota официальный дистрибьютор сша продает автомобили под два с половиной процента с мазда 2 и 2 процента там в зависимости от марок моделей у них 4 процента это очень много а мы в казахстане всей страной сидим ждем когда же начнется откроется вот это критование по 4 процента что это вообще за издевательство еще и вся страна должна моментально в 1 1 момента в течение первых секунд подать загрузить файлы документы это же издевательство николаевич это первое второе я думаю что они увидели что у них не хватает не только денег на эту программу но не хватает и автомобилей несмотря на бравые вот эти вот отчеты нашего автопрома автомобилей не было весь прошлый год все об этом знают в салонах так них не хватает и сейчас до сих пор еще этот дефицит не сбили целиком вот поэтому решено наверное было правительством так сказать уйти от очередного негатива от того позор который был то есть будет это 20 секунд там или больше не важишь что это будет очевидной провал пять дней назад я выпуск ролика по теме пожар в бобайской области на сайте правительства я нашел информацию за прошлый год о том что нам не хватает 150 единиц пожарных автомобилей то есть правительство знал об этой проблеме не подготовилась и только когда начали полыхать леса правительство закладывает на закуп техники пожаротушения всего 600 миллионов тенге и более 1 миллиарда тенге потратили на форум астана который проходил в столице кстати тот самый день когда начался пожар в абайской области а вот вам новость за прошлый год более четырехсот тридцати единиц пожарной техники нуждаются в обновлении в казахстане докладывалось мчс для наглядности костана и выделено 11 миллиардов на межрегиональный форум который пройдет в этом году с участием путина если пожарная машина в россии стоит 4 4 миллиона рублей что в тенге составляет 25 миллионов а я не нашел продажи такой техники у нас в казахстане поэтому ссылаюсь на россию то получается если мы откажемся от проведения форумов костаная с участием путина то можем как раз таки купить недостающие 440 автомобилей пожаротушения то есть мы бы полностью покрыли вот потребность в пожарной технике на весь казахстан я им говорю если у вас нет денег на пожарную технику давайте возьмем ужасу дому вы все равно эти миллиарды отдадите олигархам якобы на стимулирование автопрома как они до этого уже раздали 400 миллиардов тенге можете представить миллиард долларов сша отдали лаврентьеву смогулову другим деньги наших казахстанцев но это классный бизнес можно вообще себе в минус работать если если такое стимулирование автопрома и чем отдавать это олигархами вы возьмите деньги на закуп противопожарных тех я думаю что это стало в какой-то степень для них идеи хорошим таким решением для того чтобы сбить негатив со стороны вот общественности о неадекватном несправедливом распределении этих денег в карманы олигархов и они решили закидывать туда же в карманы олигархов только через общественный транспорт каким образом вот у нас имеется автобусный завод в саране под карагандой принадлежащий также этому самому лаврентьеву теперь будут закупать у него на эти деньги автобусы соответственно и овцы целы и волки сыты то есть снова в те же карманы только под видом развития общественного транспорта конце июня завершается акция по легализации иностранных автомобилей и продлеваться не будет она началась 23 января этого года и по состоянию на середину этого месяца было легализовано более 161 тысячи автомобилей еще свыше 13 тысяч ожидает регистрации вы прокомментируете эту акцию санжар да вот николаевич данное решение о легализации вот автомобилей которые были завезены с какими-то нарушениями том числе конструкторы которые отдельно были завезены в качестве запчастей вот все это мы предлагали правительству на протяжении последних трех лет что эти машины все равно нужно легализовать они ездят у нас на дорогах не платят налоги вот теперь налоги будет платить 160 тысяч единиц автотранспорта это же классно классно они начнут платить за нарушение пдд да то есть травы начнут платить снова по спрей бюджет и мы доказали это и благодаря этому я думаю что правительство пошло навстречу у них и выхода другого не было правительство всегда сбориться с последствиями давайте начнем с того почему у нас оказалось свыше 250 тысяч автомобилей а без регистрации это же тот самый росучет когда водители тот самый да выходя на улице да это российский учет армянский учет грузинский учет киргизский учет это автомобили которые были завезены с ближайших государств поскольку там автомобили значительно дешевле чем у нас то есть правительство борется с последствиями неэффективного решения которое было принято ранее мы же увеличили утиль сбор внесли ввели первичную регистрацию мы сделали все чтобы автомобиль для констант стал недоступным и это вполне естественный процесс когда наши граждане едут сопредельные страны и везут туда оттуда более доступный свежий безопасный автомобиль поскольку здесь они на эти деньги ничего купить не могли и теперь правительство видит ага 250 тысяч автомобилей не учтенки а завтра криминалитет завтра рост количества каких-то преступлений эти автомобили нигде не учтены да но это очень опасная ситуация для государства и для обеспечения безопасности и правопорядка поэтому они постоянно натыкаются на свои же неэффективные решения и пытаются теперь бороться с теми последствиями которые бы стали результатом этих самых неэффективных решений поэтому правительству нужно сейчас в срочном порядке снова пересматривать утиль сбор и первичку почему потому что эта ситуация приведет опять-таки к тем же самым последствиям вы думаете на границе остановили поток захода сюда неучтенного автотранспорта нет вадим николаевич вот сейчас все кто занимается автомобилями и слышь и слушает меня те знают знают черные каналы как завозить сюда автомобили ничего не перекрыли завозят спокойно поэтому пока правительство не пересмотрит таможенные ставки первичку и утиль сбор это проблема не будет снята и снова будет преступление вот опять выявили несколько компаний организации которые по поддельным документам здесь оформляли автотранспорт я хотел об этом спросить анжар вот 19 июня мвд отчиталась о задержании нескольких криминальных групп которые как раз занимались незаконной постановкой на наш казахстанский регистрационный учет транспортных средств my reach он их из рубежа подразделениями по примеру с организованной преступностью мвд проведён комплекс целевых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по пресечению и задержанию преступных групп занимающихся незаконной постановкой на Казахстанский регистрационный учет трансфер средств, везенных из-за рубежа. Так, в Ахмолинской области полицейскими выявлена незаконная постановка на учет грузовых автомашин. Установлено, что с февраля прошлого по апрель текущего года преступная группа, используясь в отдельной квитанции об оплате за первичную государственную регистрацию, поставила на Казахстанский учет 62 грузовые автомашины. Официальная оплата за первичную государственную регистрацию за каждую единицу грузовых автомобилей должна была составлять порядка 7-8 миллионов тенге. По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила около 500 миллионов тенге. Другая преступная схема выявлена и ликвидирована борцами с оргпреступностью в городе Алматы, где незаконно регистрировался легковой автотранспорт, везенный в Казахстан из Южной Кореи. Уже установлено порядка 250 автомобилей, зарегистрированных по поддельным документам, где предварительный ущерб составил свыше 340 миллионов тенге. В данном случае преступная группа фальсифицировала документы на транспортные средства, внося изменения в графике год выпуска с 2018 на 2020 год, уклонялись от уплаты установленной суммы сбора за первичную государственную регистрацию. В Астане выявлена преступная схема, где был организован канал поставки транспортных средств под видом запчастей и постановка их на казахстанский учет путем подделки документов о замене кузова без его фактического проведения. Задержанные подозреваемые, которые в рамках досудебного расследования дали признательные показания. Кроме того, у подозреваемых проведены обысковые мероприятия, изъяты вещественные доказательства, а также поддельная документация. Проводится расследование. Это же та же самая проблема, да? Это та же самая проблема, абсолютно верно. И пока она не будет решена в корне, они никогда не смогут победить вот эту организованную преступность. Потому что опять-таки коррупция где? Коррупция в Министерстве внутренних дел. Опять находятся лица, которые готовы осуществлять без уплаты первичной регистрации и утиль сбора, ставить на учет эти машины? Почему бы не сделать, как раньше, в 2011-2012 году, когда на растаможность автомобиль была вполне доступна? Тогда мы сразу снимаем ряд проблем. Не будет вот таких вот нарушений, преступных групп. Тогда больше автомобилей будем завозить. За счет того, что количество единиц техники, импортируемых в Казахстан увеличится и увеличится поступление в бюджет, вообще очень хорошо зарабатывать начнем на этом, наша страна. Но наши почему-то не идут на это. То есть вот эта акция по легализации, она в принципе была предпринята в правильном направлении, да? Она была правильно предпринята, да. То есть мы поддержали, мы одни из инициаторов легализации, поскольку этот вопрос следовало решать. Нельзя было оставлять эту ситуацию вот в том виде. Но правительство опять-таки борется, опять повторюсь, только с последствиями. Оно не хочет решать проблему так, чтобы это не повторялось. Это будет повторяться. Вот мы с вами будем записываться как-нибудь через год, через два и снова вы вспомните об этой проблеме и о выявленных вот этих вот контрабандистов. А почему вот не хотят продлить? Это, в общем-то, не очень большой срок, это пять месяцев и неделя всего лишь. А их мы видим, сколько транспортных средств только легализовано, более 160, а еще сколько не? Ну, приблизительно столько же еще не легализовано, более 100 тысяч. А почему, говорит, что не будет продлеваться? Какой в этом смысл? Это такой, я бы сказал, наверное, активирующий, подстегивающий был ход МВД для того, чтобы ускорить ускорить этот процесс. Им тоже сейчас нужно будет закрывать данную задачу. А задача, если вы помните, была поставлена не кем-нибудь, а Тукаевым. И он сказал, что все, после продлеваться не будет. Все, один раз давайте проведем эту кампанию. Вот и на этом все. Поэтому у МВД просто не было другого выхода. А что теперь будет с машинами и с автовладельцами? Эти машины станут нелегальными? Тот, кто не успел. Кто не успел, может поставить на временную регистрацию в пять лет. То есть они могут поставить на пятилетнюю регистрацию здесь, в Казахстане. Это временный учет будет. Я думаю, сделано опять-таки это с расчетом того, что через пять лет эти автомобили завершат свой технический ресурс, то есть будут уже негодны к дальнейшей эксплуатации. То есть расчет на это. Сажар, какие вот Вы шаги предлагаете предпринять следующие, чтобы наш авторынок превратился в более-менее цивилизованный, легальный? Что нужно сделать? Владимир Николаевич, во-первых, нужно открывать конкуренцию. Если взять за последние годы закуп автомобилей по тендеру, по госзакупу, то Вы увидите, что поставщиками являются всего лишь две компании. Это Алюрафта и Астана Моторс. Это Смогулов и Лаврентьев. И самое интересное, что меня удивило, они никогда не попадают на один и тот же лот. Они четко распределили между собой эти самые тендеры. Конкуренции у них нет. Понимаете? Это говорит о том, что, скорее всего, тут имеется сговор. И если быть более точным, то такая ситуация подпадает под присоединение картеля. Но почему-то наши агентства по защите реальной конкуренции этого всего не видят. А когда будут открытые границы, когда будет открытая честная конкуренция, туда помимо Астана Моторс зайдут еще ряд компаний, и государство будет покупать эти автомобили значительно дешевле. То есть мы все сделали так, чтобы все было невыгодно и государству, и казахстанцам нашему обществу. Все только для того, чтобы было выгодно двоим-твоим олигархам. Поэтому, в первую очередь, это открытие конкуренции, во вторую очередь, это снижение первичной регистрации и утильсбора. Вот как мы говорили, что на легковом автомобиле утильсбор должен быть до 100 тысяч тенге. Это в среднем в 10 раз меньше, чем сейчас. И первичная регистрация должна быть меньше где-то в 10 раз. Тогда, Вадим Николаевич, вы увидите, что мы за два года, средний возраст автомобиля нашего автопарка, он сократится с 21 до 17 лет. За два года это будет сразу, это будет ощутимо в таких мегаполисах, как Алматы, даже по экологии это будет ощутимо. Но они не хотят этого делать, поэтому два главных шага, они очень простые. Я помню, что в прошлом году автолюбители стинали, что физически невозможно купить новый автомобиль, практически никакой. Но вот Ассоциация Казахстанского автобизнеса, АКАП, я еще поставлю в памяти 10 лет уже получаю от них пресс-релизы, и вот в середине июня они сообщили, что в мае по сравнению с аналогичным периодом года продажи легковушек, грузовиков и автобусов подскочили аж на 77% и составили в мае 2023 года 14 688 единиц. Это много, мало, нормально, а как это? И решить ли это проблему такие продажи? Вадим Николаевич, я вообще всю статистику АКАБа и Мининдустрии полностью бы перепроверил. Почему? Почему? Даже когда после пандемии 2020 года во всем мировом глобальном автопроме был полный упадок из-за нехватки микросхем и микрочипов, у всех были упадок производства в среднем там на 30-40%, наши показывали рост на 30%, что вообще уму непостижимо. А зачем? Во-первых, за каждый автомобиль они получают льготы. Во-вторых, у нас вообще по законодательству автомобилем провезем в Казахстане является тот, который по ВИН-коду является Made in Kazakhstan. Когда мы подняли этот вопрос, оказалось, что ни один автомобиль, который якобы произвел здесь, не имел ВИН-кода, все ВИН-коды оказались Корея, другие страны, Польша, да что угодно, но только не Казахстан. Теперь вот количество за каждый автомобиль они получают стимулирование, возврат, утили сборы и прочее. Поэтому никто никогда не проверит, в действительности в стиле САРК Автопром произвел 48 тысяч автомобилей. Почему? А вообще в целом, они же получают, извините, они же получают субсидирование не на основе своих пресс-релизов, правильно? А на основе выпуска автомобилей? Я не помогу, не могу понять смысл автомобиля, Вадим Николаевич, его проверить нельзя, они не могут подтвердить количество, реальное количество, они могут указать только на бумаге, а фактически количество выданных тех паспортов, почему МВД с 2017 года базу по количеству впервые регистрируемых автомобилей в Казахстане, они полностью закрывают эти данные? Закрывает кто, МВД? МВД, МВД закрывает в 2017 году, раньше эти данные были открыты по количеству ввозного, произведенного в Казахстане автомобилей, это были открытые данные в 2017 году, они не могли закрыть эту базу. А смысл закрывать? Какой смысл закрывать эти данные? А потому что сразу появится ложь, сколько мы произвели, куда делись эти автомобили, вот сделайте запрос, как журналисты там, сделайте запрос, куда, сколько ушло, а могут ли они подтвердить количество, выдать, опубликовать вот эти ВИН-коды, тех паспорта, вот то есть вы никак не сможете проверить и никак не сможете подтвердить или опровергнуть их цифры. Лаврентьев может писать что угодно, кроме их цифр, пресс-релизе, Владимир Николаевич, больше подтверждения нет. Поверьте мне. Неожиданную информацию для меня сообщаете, вот я ее принимаю условно и жду, что скажет Ассоциация Казахстанского автобизнеса. Санжан, спасибо вам за экспертные комментарии на автомобильные темы, немножко просветили меня профессионального пешехода. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. А вы, дорогие зрители, подписывайтесь на канал Гиперболей. Если еще не успели этого сделать, нажимайте на колокольчик, будете регулярно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда в конце каждого выпуска. Благодарю вас за вашу поддержку и моральную, и материальную. Коп-коп, Рахмет, огромное всем спасибо. В Сбербербез мы делаем Гиперболей вместе. Донаты послать очень просто. На номер телефона, на номера банковских карт Халык и Каспий Голд, на Каспий Пэй, перед вами на мониторе QR-код, который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий и как будто платите за билетик в кино. А зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе перевода в PayPal. Все реквизиты, как послать донаты, есть не только на экране, но и в описании к этому ролику внизу. Ну, а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау Бонус Дар. А ну, давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Грей, 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 гиперборей, грей, грей, грей. Это супер!